Доброго ранка, витаем у вас в нашей студии. Доброе утро. Как вы начали это утро сегодня? Немножко с пробежечки. Пробежался вокруг дома, зарядился. Говорят, нахождение на свежем воздухе, оно поддерживает и тело, и нашу кожу в тонусе. Так ли это на самом деле и какие есть секреты поддержания красоты? Да, это очень важно, находиться на свежем воздухе. И на сегодняшний день есть очень большая проблема. Это современные здания, офисные кондиционеры, и люди совершенно не находятся на свежем воздухе. Поэтому я рекомендую, конечно, выходить, если какие-то ланчи есть, или как-то свое находить время, хотя бы на 10 минут попасть на свежий воздух, подышать. А какие есть все-таки более медицинские методы омоложения организма человека? Различные. Ревитализация или биоревитализация. Это огромный такой емкий термин, который в себя включает огромное количество методов. Но задача главная – это, безусловно, омоложение. Это так называемое использование пептидов? Или что это такое? Да, в том числе использование пептидов или белков, белки, факторы роста. Вот это очень важные вещи, которые дают истинную ревитализацию. И самым простым методом, который появился на рынке, если можно так сказать, я не очень люблю говорить, это рынок, все-таки это не рынок медицины, не базар. Но появился такой метод PRP, или то, что называется плазма-лифтингом у нас. Можно уточнить, что это? То есть, как вся эта магия работает? То есть, это не хирургическое вмешательство? Нет, это не хирургическое. Но вы берете кровь, все очень просто. Вы берете кровь в пациент, вот вы приходите, хочу омолодиться. Я у вас беру кровь, все откручиваю на центрифуге, выделяю клетки. Эти клетки разрушаются, потому что мне нужен фактор роста. Это фактор роста находится на клетке, не внутри клетки, он находится сверху. Он мне нужен. Для того, чтобы выделить в лаборатории чистым, прекрасным, это огромные деньги. Это вы себе просто не представляете сколько. Это 5 бентли, для того, чтобы получить 3 миллиграмма этого вещества. И оно и не надо такое. Его выделяют, откручивают, и потом вам делают такие укольчики по типу мезотерапии. Когда наступает тот момент для человека, когда стоит предпринимать ревитализацию? То есть что должно такого произойти, чтобы он для себя это осознал? Я считаю, что нужно начинать где-то с 28 лет. И в медицине есть такое понятие, как 7, кратность. Вот если посчитать, как раз получается 28 лет, то то начало, где нужно начинать. Это с точки зрения физиологии. Тогда, когда я рекомендую пациенту начать. В настоящее время приходят 18 лет, 19 лет, которые имеют такой достаточно большой путь пройденный. И там, конечно, нужно делать, потому что это нужно исправлять. Потому что ревитализация ведь она исправляет, но не только и улучшает. Результаты ревитализации, они заметны? Как их вообще можно заметить человеку, например, достаточно юному? В чем это проявляется? И от чего зависит быстрота проявления результатов, грубо говоря, каждого человека? Результаты проявляются буквально на следующие дни. И там нет никаких проблем. Я скажу больше, что я в последнее время вообще буквально трачу 5 минут на консультацию этих вопросов. Потому что человек сам все видит. И это и правда феноменально. Вот вчера он мне заходил. Сделал процедуру и через 3 дня на 5 лет моложе? Или там, ну, как это заметить? Как на самом деле оценить? Ну, ведь вы понимаете, ну, вот если мы говорим о коже. Но у кожи есть текстура, структура, цвет, плотность, эластичность. Огромное количество вообще, как можно оценить по-настоящему. И почему я мало говорю об этом? Да потому что пациент в зеркало сам все видит. Насколько это доступно для клиентов и часто ли можно делать? Доступность? У нас это доступно. Я имею в виду, доступность какая? Технологическая доступность, безусловно, в нашей стране это есть. И на достаточно высоком уровне. По поводу использования различного рода средств, которые, ну, также эстетическая медицина, так называемая, о которой вы говорили. Различные кремы, стоит ли их тоже использовать? Как вы к этому относитесь? Кремы важны, кремы нужны. А у кремов нужно тоже понимать, что... Те же кремы с пептидами, так называемыми. Вот они эффективны. Крем нужен. Это очень важно. Какая функция у крема? У крема две очень важные функции. Первая защитная, он нас защищает от внешних факторов. Вторая, это какое-то поддержание водного баланса. Поэтому здесь нужны разные комбинации кремов, они, соответственно, вот все, от него больше ничего не надо. Потому что туда добавляют какие-то пептиды, там, какие-то там хвосты оленей, там, или каких-то там тигров уссурийских, или чего-то там, шаманя туда. Да, это все полная ерунда. Представьте себе вот этот телевизор, который хочет пролезть вот в такую пору. Вот этот телевизор, это белок. У него размер, у него какого-то такое. А наши не то что поры, барьеры там дальше идут. Как такая огромная молекула пройдет через такие барьеры? Она не пройдет. У нас даже очень маленькие молекулы тяжело проходят через барьер, а кожа является первым очень важным барьером. И, конечно же, то, о чем говорят, это не совсем правда. С другой стороны, почему здесь достигается такой большой эффект, скажем так? Потому что такие большие молекулы, они образуют собой так называемые гидрогели. Понимаете, как шампунь, вот есть гелий, вот все остальное. И за счет вот этого баланса, вот поддержания и все. Я бы сказал бы о другой проблеме, более сувор и более коварной. Это если относиться вот именно к биотехнологическим вещам, это по поводу факторов роста, стволовых клеток. Фибробласты очень какое-то время были модные, 10 лет назад. И сейчас остаются, не хочу называть, клиники, в виде рекламы, прям в городе. Но это глупость. От фибробластов отказались давным-давно. И нет никакого смысла их туда колоть. Они не дают того результата, который ожидаем. В кризисный период поменялась ли конъюнктура рынка, как вы не любите говорить? Стало ли меньше людей обращаться, задумываться об этом? Вы знаете, как ни странно, даже для меня это и не странно. Нет, конъюнктура рынка и не поменялась, и количество обращений не снизилось. Я наоборот даже скажу, что это и хорошо, потому что до такой степени психологическое напряжение, такая атака не просто физическое идет, а психологическое, что людям это надо. И люди хотят жить. Как способ, условно говоря, отвлечься. Ну, это очень, условно говоря, отвлечься. Нет, это не отвлечься. Ведь вы понимаете в чем? Настоящая или истинная ревитализация, она ведь не только дает красоту, но это не только вернуть красоту. Ведь эти факторы роста, независимо от того, как мы их вводим, внутрикожная, то, что называется, там, мезотерапия, да, это неправильно, нет такого термина медицины, мезотерапия. Есть там внутрикожное введение, внутримышечное, внутривенное. Не имеет значения, куда ты их вводишь. Какое-то количество их попадает все равно в систему. И они дают общий эффект, скажем так, хорошее здоровье. То есть умоложение идет всего организма, скажем так? Безусловно, это самое главное. И вообще две технологии есть, которые могут дать настоящее омоложение. Это либо стволовые клетки, либо это факторы роста. Факторы роста стимулируют стволовые клетки для того, чтобы они, скажем так, что-то делали. А стволовые клетки сами непосредственно уже и стимулируют факторы роста, и стимулируют клетки. И как бы это феноменальные вещи. И я хочу сказать, что я просто счастлив, что я живу в такое время научное. Спасибо вам большое. Приятно было с вами пообщаться. Ждем вас еще у нас в студии. Спасибо большое вам.